Здравствуйте, в эфире программа Крупный план. Меня зовут Владимир Сметанин. Гости студии сегодня Владимир Костин, руководитель Кировского регионального отделения ЛДПР. Владимир, добрый день. Здравствуйте. И Валерий Семенищев, эксперт общественной организации жилищно-коммунальный контроль. Добрый день. Здравствуйте. Тема, которую мы сегодня выбрали для передачи, это злоупотребление управляющих компаний в предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Тема, как выяснилось, глобальная в нашей предварительной беседе. Хотелось бы все-таки начать с вопроса о взаимодействии реконделения ЛДПР и как раз-таки общественной организации. Когда взаимодействие началось и в чем его суть? Я, наверное, начну. Сама организация была создана в феврале этого года. И как раз была создана, чтобы тему выделить в отдельную, потому что мы с вами периодически встречаемся. Да, если вы не раз. Да, обозначаем те обращения, которые поступают в партию. Так вот, обращений по теме ЖКХ стало в последнее время слишком много. Мы поняли, что наверняка стоит выделять отдельное направление для работы. И привлекать специалистов. Да, безусловно. Это самое происходящее. Безусловно. Действовать в рамках вот этого направления должны эксперты. Эксперты как в ЖКХ, так и эксперты-юристы. Собственно говоря, таких людей мы пригласили в нашу организацию. Валерий, он как раз-таки эксперт. Это старший по дому. Старший своего дома, который не понаслышке на эти проблемы, которые на доме могут возникнуть. Так и... Вы, собственно, окунулись уже давно, да, в эту вот систему и знаете ее изнутри, как она работает. Давно из головы. Да, окунулись. Это вот, пожалуй, правильное слово. И когда вот это понимание у нас появилось, собственно говоря, наладили взаимодействие. Там организация, во-первых, была при нашей поддержке создана, тоже нужно обозначить. Начали разбираться, да, что есть жилищно-коммунальное хозяйство в городе Кирай. Где те злоупотребления, на которые люди ссылаются, когда обращаются к нам. И вот здесь были потрясены масштабами. Управляющая компания, на самом деле, сейчас, конечно же, ограничена законами, жилищным кодексом, но ограничена только на бумаге. Вот мы сейчас ключевой вопрос, который поднимаем на общих собраниях, на которые нас приглашают жильцы, это вопрос тарифа на содержание и текущий ремонт жилья. Это одна из строк, которая по традиции у нас вызывает. Причем самое крупное, как правило. Жильцы, с одной стороны, видят большую сумму в платежке, а с другой стороны, не понимают, куда эти деньги расходуются. Да, есть перечень работ обязательных, которые подрядные организации, управляющая компания, либо субподрядчик, которого нанимает управляйка, должны выполнять, но по факту эти работы либо выполняются крайне некачественно, либо не выполняются вовсе. И с этим мы сталкиваемся тоже каждый раз. Я специально не буду называть управляющие компании, которые там... лидеры антирейтинга, вот проделанной работы, мы много слышим отзывов. Сколько вы вообще управляющих компаний изучили таким образом? Сейчас порядка 25 компаний уже проверены. Все направлены на обращение с просьбой предоставить отчеты. Это примерно половина, если они начнут? Из крупных, это практически все. Остальные компании, которые там несколькими домами управляют. Так вот, начали запрашивать информацию, и здесь возникла первая сложность. Были удивлены, что управляющие компании, вроде бы как открытые организации, не предоставляют информацию, ладно нам, жильцам тоже. Пришлось обращаться к депутатам, которые, собственно, имеют право эту информацию получить. Не везде до сих пор получили. С февраля с многими до сих пор бьемся. Есть решение прокуратуры, есть предписание прокуратуры, обязать организацию предоставить информацию. И сейчас уже пришлось обращаться в генеральную прокуратуру, чтобы просто получить информацию. Чтобы все жители понимали, что настолько управляйки обнаглели, что они даже не отчитываются за деньги, которые жильцов собирают и тратят, фактически по-своему усмотреть. Валерий, а как это обращение подается в управляющую компанию, чтобы она проинформировала, куда кратятся деньги? Это общее собрание решает? Нет, обращение в управляющую компанию может подать любой собственник. По постановению правительства 731, в течение 10 дней управляющая компания должна на него ответить. 10 дней срока для того, чтобы ответ был. Да. То есть многократно сроки нарушены, получается. Да, но здесь опять же и обращения были в поддержку жильцов. То есть, повторюсь, и общественная организация, и мы как партия обращались в различные инстанции. Естественно, в первую очередь в управляющую компанию, чтобы эту информацию получить. Информации просто нет. Несмотря на то, что она должна быть опубликована на сайте, на сайте управляющей компании. Ну и в конце концов, эту информацию в течение 10 дней после запроса должны дать. Этого не происходит. Ну бог с ним, с информацией. Очевидно, что если управляющая компания работает честно и открыто, она нацелена об этом всем рассказать. Потому что, естественно, всегда возникают подозрения, вдруг тут нас обманули, вдруг украли. Уже вроде как много. В ее интересах. В ее интересах. Как нам казалось, да. Зарабатывать. Но худшие опасения оказались правдой. Действительно, управляющие компании не дают информацию, потому что не все у них там в порядке. Чтобы тратить те деньги, о которых мы говорили, тариф на ремонт содержания жилья, закрепленный общим собранием, общее же собрание должно принять решение о расходовании этих средств. На что? В каком объеме? Каков порядок расходований этих средств, вплоть до того, что кто утверждает и принимает работы. Благо, сейчас там поправки законодательства позволяют без общего собрания жильцам принимать в этом участие. Но, по крайней мере, раньше это было крайне необходимо сделать. Так вот, управляющая компания, пользуясь тем, что жильцы зачастую инертны вот в этих вопросах, ну, у кого-то не хватает времени, банально, у кого-то не хватает знаний, у кого-то желания, но по факту вот этот вопрос все оставляют как-то на завтра, может быть, вообще забывают и не знают, как расходуются эти средства. Управляющие компании проводили эти общие собрания фактически с нарушением всех возможных законов от жилищного кодекса. Здравого смысла не нарушают даже нормы здравого смысла, если уж на то пришло. Когда на общем собрании присутствует 30 человек, а по факту общее собрание с полноценным кворумом прошло. Ну, это, конечно, безобразие. Мужчина, немножко напомню. Да, секундочку. Сейчас ситуация вот с этими нарушениями, которые отчасти были затронуты, она настолько серьезная, что сейчас они такие массовые, что сейчас фактически для того, чтобы жильцам не попасть в очередную ловушку, а ловушек может много доставать, что у нас целая схема разработана, как закабылить собственников жилья. То есть сейчас фактически ситуация такова, что необходимо проводить собрание собственников фактически на каждом доме, чтобы сделать, грубо говоря, прививку от тех злоупотреблений, которые управляющие компании могут делать. Это скорее уже предложение по решению наболевшего вопроса. С одной стороны, сейчас вроде бы как напринимали по факту, на самом деле это просто решение управляющих компаний, напринимали собственники решений, согласно которых они средства эти расходуют. На самом же деле, еще раз говорю, управляющие компании расходуют по своему усмотрению и даже не отчитываются из расходов. То, что сказал Валерий, это как раз решение. Вы можете это все подтвердить. Да, безусловно, у нас есть и переписки. Более того, те управляющие компании, с которыми мы в серьезный уже клинч перешли, и там есть масса фактов, когда они не могут нам подтвердить согласование с собственниками той или иной работы, управляющие компании из врагов переходят в разряд людей, которые, по крайней мере, готовы услышать. Вот сейчас на нескольких общих собраниях у нас управляющие компании совсем иначе себя стали вести, обозначают возможность и желание вести диалог и предлагают какие-то пути решения свои. Но у нас есть путь решения, который жильцам будет выгоден, в первую очередь им, потому что вся работа подчинена как раз тому, чтобы сделать жилищно-коммунальное хозяйство той отраслью, в которой жители будут и разбираться, и будут от нее в восторге, будут довольны этих работ. Видимо, сейчас мы сосредоточимся на предложении, да? Да, и как раз хотелось бы сейчас, вот, ну, я думаю, что мы несколько программ проведем, посвященные, в первую очередь, надеюсь, сейчас проговорим предложение, и это можно считать обращением, открытым, так сказать, обращением в адрес управляющих компаний, и надеюсь, что они отреагируют, и в наш адрес, в адрес жильцов первые ласточки прилетят. Что же мы хотим, что же мы предлагаем? Во-первых, четко структурировать расходы согласно строке содержания и ремонта жилья. Понятно, что у кого-то это 16, у кого-то 20 рублей и так далее, но на что тратятся эти деньги, жители должны четко представлять. Это сейчас должно быть прописано в договорах. Все понимают, что это уже должно быть, но по факту это не было. Предварительная схема у вас есть? Разработана уже? Предлагаем это прописывать в договорах, так как это, собственно говоря, делить закон. Сейчас у многих жильцов на руках даже договоров нет. Если этот договор есть, то он какой-то черно-белый, не подписанный самим жильцом и в разделе, если есть приложение, где тариф должен быть прописан, пустые графы. По сути, вот поле для злоупотребления, собственно говоря, в управляющих компаниях, как вы уже обсудили, тем пользуются. Следующий пункт. Если уж закрепили вот эти вот тарифы, то они должны действовать хотя бы пять лет. Вот сейчас есть случаи, когда управляющие... Сейчас сколько? Везде по-разному. Вот мы как раз говорим о том, что проблема в том, что нет какого-то единого алгоритма, нет механизма, как жильцам пытаться отстоять свои права. Сейчас, как угодно, есть тарифы, которые закрепляют на год. И очень часто это случается. Кроме этого, предлагаем управляющим компаниям отчитываться раз в квартал и делать это с предоставлением документов, подтверждающих расходы. То есть акты выполненных работ, счета, бухгалтерские балансы, если нужно. А в каком виде это? На сайте, в том числе. В печалке. В бумажном. Не сложно всем желающим предоставить эту информацию. Самый простой способ. Предложили вы опубликовать все это на сайте. Способ, который может быть чуть сложнее. Провести общее собрание. Все те, у кого есть вопросы по дому, как правило, на эти общие собрания приходят. Все те, кто хотят понять, на что потрачены деньги, эту возможность получить эту информацию, будут иметь. Ну вот это, собственно говоря, четыре пункта ключевых, которые мы предлагаем учитывать управляющим компаниям и внедрить в свою работу. Если это будет, если это будет выполняться, то как минимум будет значительно меньше вопросов. Куда потрачены деньги, почему в одном доме, допустим, в рамках одного и того же тарифа убирают подъезд полностью, а в другом доме только первый этаж, в третьем доме не моют подъезд вовсе. По крайней мере, объяснить все эти вопросы управляющая компания сможет сама. По вашим оценкам, в результате вашего разбирательства, что выясняется? Управляющие компании всегда остаются в плюсе такой работы? Управляющие компании говорят, что их рентабельность крайне низка. 3-5%. Но на самом деле управляющие компании не стесняются зарабатывать на всем, на чем только можно. По сути, это посредник между подрядными организациями и жильцами управляющих компаний. Но этот посредник работает за как раз строку, прописанную в договоре. Называется это назначение. Платя управления в рамках ремонта и содержания жилья это все как раз и лежит. Так вот это управление, размер этого управления зависит от наглости управляющей компании. Зачастую это больше 50% от собранного тарифа. Ремонта на самом деле делается на копейки. Если тариф 16 рублей, как правило, ремонта делается на рубль 20. А управляющая компания в районе 8 рублей забирает себе. А справедливо? А справедливо. Когда начали разбираться, сами ужаснулись. Никто не готов это писать. Никто не готов это менять. И складывается мнение, что управляющие компании вступили в некий сговор. И чтобы не дать возможности жильцам платить меньше, либо как-то влиять на эту ситуацию, одна управляющая компания не хочет менять другую, как раз потому, что тарифы везде одинаковые. Такой сговор. Я так понимаю, тут помощь и река отделения, это, конечно, очень важно. И помощь общественной организации, жилищно-коммунальный контроль тоже важна. Но все-таки инициатива должна исходить в первую очередь от самих жителей. Они должны будировать эту тему. Безусловно. Мы в первую очередь геройные обращения. Всех, кстати, приглашаю. Если у вас есть вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, в вашем доме обращаться в ЛДПР, обращаться в жилищно-коммунальный контроль. Можно координаты сообщить. Телефон горячей линии 456789, кировский телефон с нашим кодом. Адрес, куда можно приходить, октябрьский 62. Вот как раз там работают те эксперты, специалисты, о которых я уже говорил. Всех приглашаем по любому вопросу. Даже если вы просто сомневаетесь, правильно ли начисляется вам тариф, к примеру, за горячую воду, можно прийти и получить консультацию. Сколько уже обращений за время сотрудничества от общественной организации? Вы знаете, вот я вам могу сказать, что за последние три недели обращений больше двухсотек. Это только за последние три недели, когда жильцы начали узнавать, что мы есть, что у нас можно получить, во-первых, бесплатную юридическую помощь, консультацию, и в конце концов просто выговориться. Все эти обращения сейчас находятся в работе? Да. На самом деле, правильную проблему обозначать, очень тяжело справляться с таким объемом обращений, и здесь повторно хотел бы обратиться еще к неравнодушным жителям. Вот Валерий Эксперт в сфере ЖКХ, союзник, судебно-коммунального контроля, активный участник. Хотелось бы привлечь всех старших по дому, всех просто активных жителей города Кирова к участию в нашем таком проекте. Он действительно полезный, если старший по дому либо председатель ТСЖ знает, как реализовать улучшения, о которых мы говорили, в своем доме, он наверняка может помочь другим. Приглашаем с удовольствием на наше общее собрание. Валерий, ну вы как старший по дому можете сказать четко, твердо, что проблема и борьба, борьба не бесполезна? Конечно, не бесполезна. Получается так, что даже одно обращение, то, что вот мы приехали на конкретный адрес, допустим, Московская, 4, мы просто приехали поговорить с пенсионером, там, инвалид, с 2005 года у них крыша продекает, у них там балки сгнили, мы просто приехали, засняли, через неделю приезжает управляющая компания, ремонтирует и спрашивает, кто это у вас был. Проблема в принципе не решалась, в администрацию города писали, прокуратуру, жилую инспекцию, инвалид, представляете, она еле ходит, астма, у нее аллергия. Проблема решилась, хотя бы просто потому, что они даже не знали, кто приехали, то есть вот, конкретный пример. Проблемы решаются реально, на самом деле, то есть и жильцы звонят, благодарят. Иногда просто старший дома звонит, не знает, просто уже безысходность, не знает, что ему делать. Мы поговорим с ним, бывает просто полчаса, разговариваешь просто по душам, и человек уже совсем по-другому смотрит, понимая, что выход есть. Мы поможем, в принципе, всегда и понимаем, как дальше действовать. Это уже очень много. Выход есть. На этом завершаем нашу программу. Напомню, что это крупный план. В гостях Владимир Костин, руководитель Кировского регионального отделения ЛДПР, и Валерий Семенищев, эксперт общественной организации жилищно-коммунальный контроль. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.